Если у вас классный участок с какими-то панорамными, шикарными видами, то логично построить дом с большим панорамным остеклением. И вот здесь наибольшей популярностью в последние несколько лет пользуются дома, так называемые по фахверковой технологии, дома-фахверки. Различные хитрожопые продажники могут вам наговорить, что это очень быстрый в строительстве, очень теплый дом и, самое главное, очень дешевый. Но на самом деле это даже близко не так, а как на самом деле, я расскажу вам в этом видео. Погнали! По сути, фахверковый дом – это обычный каркасный дом, то есть это стоечно-ригельная система с некоторыми нюансами, о которых я сейчас вам расскажу. Это такой каркасник, у которого главное отличие в том, что все силовые конструкции, все стойки, все балки, все видны. То есть даже готовый дом, он подразумевает наличие вот этих видимых конструкционных элементов – стоек, ригелей, всяких балок, стропильной системы и всего остального. И вот эта особенность как раз накладывает некоторые технические нюансы и специфику по его отделке и утеплению. И вот применение такого конструктива – это преимущественно, кстати, деревянные, как правило, клееные конструкционные балки, клееный брус – позволяет нам максимально увеличить пространство внутри дома. Здесь мы не как в каркаснике в обычном делаем кучу досок, набиваем кучу перегородок, чтобы хоть как-то обеспечить жесткость дома и наличие стенок. Вся фишка в том, что мы можем сделать несколько несущих элементов, несколько ригелей и все. А остальное, все пространство заполнить, например, стеклом, стеклопакетами. И получить тем самым практически сплошную стеклянную стену, а то и там три стены иной раз. Но применение вот такой вот конструкции, таких технологических особенностей, тянет за собой ряд очень существенных нюансов, которые не позволяют таким домам получить прям вот массовое распространение, потому что они становятся достаточно дорогие. И вообще применение таких домов логично именно только там, где у вас хороший панорамный вид. Строить фахверковый дом на шестисотках, где вокруг все там попой вверх копают грядки, ну, как бы малоцелесообразно. Однако, чтобы сделать панорамное стекление, окна ставят не просто, как в обычном доме. Берут пластиковые рамы большие, там, с кучей каких-то импостов, ну, то есть перемычек пластиковых, и вставят его, как в обычный дом, там, в каменный или в каркасный. Нет. Здесь вся фишка в том, что мы можем взять и просто сделать один сплошной стеклопакет. Ну, там, примерно три на три метра мы можем спокойно единый стеклопакет прямо вклеить внутрь этих несущих конструкций. Но тут есть, соответственно, одна особенность, что просто вклейка стеклопакета в деревянную конструкцию – это не такая простая затея. Во-первых, сам стеклопакет, вопреки распространенному мнению, что стеклопакет стоит очень дешево, что там, мы взяли стеклопакет, вынули, раму всю выкинули, всю фурнитуру выкинули, осталась дешевая фигня. Нет. Такой стеклопакет большой, он делается не из обычных стекол, он делается из очень прочных, толстых стекол, чаще даже из триплекса, то есть когда у нас клеенные стекла с пленкой. Это связано с тем, что большая площадь стекла должна сопротивляться ветровым нагрузкам. То есть банально у нас стоит дом, где-то, допустим, на возвышенности, да и просто даже в Московской области. Если дунет нормальный ветерок, чтобы это стекло просто не вмяло или, наоборот, завихрениями около дома не выдавило его, и оно у вас все не полопалось, оно должно иметь достаточно большую прочность. Поэтому это стеклопакеты с толстыми стеклами. За счет того, что это большая площадь остекления, здесь применяются специальные стекла с напылениями. Применяются дорогие стеклопакеты с несколькими камерами. Редко используется однокамерный стеклопакет. Плюс монтаж такого стеклопакета. Вы не можете взять стеклопакет 3 на 3 метра, вот так вот силами рабочих принести его и поставить. И он просто неподъемный, он там несколько сот килограмм весит. Такие стеклопакеты ставят со специальной техникой. Приезжает специальный манипулятор с такой хваталкой, липучкой, как осьминог. Цепляется к ней, присасывается. Этот стеклопакет, соответственно, прикладывает к оконному проему, где уже рабочие своими силами аккуратно наносят герметики, оформляют монтаж этого стеклопакета, применяются, естественно, дорогие герметики. Правильно нужно подготовить место для установки. То есть это на заводе должны вырезать специальные пазы для установки этих стеклопакетов. И вот получается, что вроде как бы идея применения дешевого стеклопакета выливается в очень недешевые технические проблемы и в очень недешевые решения по материалам. Следующее ограничение, которое накладывается на такие дома, это утепление основных стен. То есть да, мы одну стену или несколько стен сделали стеклянными, словили весь геморрой с установкой стеклопакетов. Дальше нам нужно какие-то помещения, те же туалеты, спальни, зашить какими-то непрозрачными материалами. Да, все равно всегда где-то есть соседи, не хотим мы полностью в стеклянном доме жить. Поскольку фахверк подразумевает наличие видимого конструктива, то все утепление и отделка у нас монтируются в промежутках между стойками. То есть у нас стойка, стойка, и между ними монтируется утеплитель и отделка, и фасадная, и внутренняя. А так как мы стойки не можем раздувать до бесконечности, у нас есть, соответственно, предел по вообще как бы монтажным способностям, по разумному применению количества вот этой древесины клееной, у нас очень ограничена вот эта толщина внешних стен. И для того, чтобы получить более-менее вменяемую теплотехнику этих стен, мы вынуждены применять дорогие, современные, высокоэффективные утеплители. Строители фахверков очень полюбили в последнее время утеплитель PIR. То есть вот этот из-за цианурат, с сложным, не выговариваемым названием. Хороший, негорючий утеплитель, очень эффективный. Он эффективнее, чем минеральная вата, примерно процентов на 30 по теплотехнике. Мы можем при достаточно маленькой толщине получить очень хорошую теплую стену. Но этот материал, как я говорил ранее, очень дорогой. Он в 4-5 раз дороже, чем обычная минеральная вата. Плюс, особенность того, что у нас все-таки каркас виден, и у нас между каркасными элементами, силовыми элементами стоит утеплитель. Очень сложный узел получается монтажа, стыка вот этих и отделки, и утеплителя с деревянными элементами. Деревянные элементы, это не бетонный элемент. Он может и немножко расширяться, и сужаться. Он от влажности может потрескаться. То есть он немножко всегда живет в своей жизни. Он имеет не нулевые линейные расширения. Вот правильно состыковать основную стену с несущим элементом, это тоже отдельная, достаточно сложная техническая задача. Да, все это решается, но это все приводит к тому, что это становится дороже, чем, допустим, построить такой же площадь, там, каркасный дом или даже газобетонный дом. И именно поэтому очень важно подобрать качественного подрядчика, очень тщательно его подобрать для строительства такого технологически сложного дома. Обязательно нужно сделать качественный проект, проектную документацию. Не получится просто по архитектурному плану построить такой дом. Здесь именно важны детали, узлы. Вот проработка этих узлов, тщательная проработка проекта, и потом тщательный выбор подрядчика, который это может реализовать качественно на должном уровне. И вот совокупность именно этих факторов позволит вам построить качественный фахверковый дом, который не будет потом вам вынимать мозги с треснувшими стеклопакетами, шатаниями, какими-то продуваниями и холодными стенами. А будет приносить исключительно удовольствие от того участка, на котором вы его поставили, и от самого дома, который вы построили. Переходите по ссылке в описании, мы подберем вам идеальный дом и сделаем бесплатный расчет. В чем главная сказка про быстровозводимость? Да, на самом объекте, непосредственно на участке, все процессы делаются довольно быстро. Опять же, там условно есть свои нюансы, но в целом все можно собрать очень быстро. Но вопрос в том, что это все нужно заранее напилить на производстве. Сначала нужно сделать проект, потом отдать это на производство, которое, как правило, достаточно загружено. И там тщательно все это напилить, подготовить, подогнать, и потом только привезти на участок, где да, все это можно быстро собрать. Поэтому на круг весь цикл строительства на самом деле не сильно меньше, чем любого каркасного дома, а то и иной раз и газобетонный дом. Дома такие строятся не за 5 секунд, у них долгий срок именно подготовки. Еще одним нюансом таких домов является то, что у них достаточно плохая звукоизоляция. Поскольку весь утеплитель достаточно тонкий и применяется в основном утеплителе типа пир, они очень хорошо проводят звук. Поэтому такие дома желательно ставить все-таки там, где достаточно тихо. Либо применять к ним какую-то тяжелую такую отделку, например, на основе фиброцемента, чтобы хоть как-то улучшить звукоизоляцию. Или даже некоторые производители применяют различные комбинированные способы утепления. Там, напихая туда и пир, и древесно-волокнистую плиту, и минвату высокой плотности, и отделку какую-то из тяжелых материалов. И вот эти сложные пироги опять приводят к еще большему удорожанию вот этой технологии. А как не замерзнуть в этих огромных светляных окнах? Ну, замерзнуть современными окнами достаточно сложно. Да, любой практически стеклопакет, особенно если это максимально стандартный по составу стеклопакет, он будет намного холоднее, чем нормально утепленная, современная, даже каркасная стена. Но тут смысл в чем? Это все-таки дорогая игрушка. Этот дом не рассчитан на то, чтобы его по-дешевому отапливать каким-нибудь углем. То есть, если вы такой дом строите на каком-то хорошем участке, участок, как правило, стоит дорого, строительство такого дома стоит дорого, вы должны подразумевать, что и расходы на содержание и отопление такого дома тоже будут дороже, чем на содержание, допустим, высокоэффективного с точки зрения затрат энергии каркасника, или СИП-панельного дома, или газобетона с утеплением. То есть, это все-таки такая дорогая игрушка. И нельзя здесь говорить про какую-то супер теплоэффективность. То есть, да, вы в нем не замерзнете, естественно, но расходы на содержание будут выше, чем в аналогичных домах по другим технологиям. Такие дома, как правило, дороже по сравнению, допустим, с обычным каркасником или СИП-панельным домом раза в полтора-два. Тут все сильно зависит от деталей, конечно. То есть, если прям в лоб сравнивать, то примерно такая разница будет. Но на самом деле такие дома еще дороже, потому что все хотят максимально большие стеклопакеты, максимально большие свесы. То есть, такие дома хорошо смотрятся, когда у них в таком стиле шале сделано, у них очень большие свесы карнизные. Соответственно, это тоже дополнительные расходы. Вот это применение высокоэффективных утеплителей, типа PIR и сложных комбинаций этих утеплителей, это все еще больше удорожает и без того, как недешевую эту конструкцию. Поэтому, да, такой дом будет дороже. Наверное, сопоставим больше с клеенным брусом будет по цене. То есть, конечно, каркасник будет в разы дешевле, особенно каркасник с обычными маленькими окошками. То есть, если есть деньги, то, конечно, надо такой строить дом. Если у вас участок соответствующий, конечно, надо строить такой дом или с применением этих технологий. То есть, можно построить на самом деле комбинированный дом. Допустим, там задняя часть каменная, передняя фахверковая с панорамными окнами. Можно эти две технологии поженить, тут никаких проблем нет. И с этими панорамными окнами всплывает еще один такой нюанс, что они глухие, их нельзя открыть. То есть, получается, у вас вот это панорамное остекление, стены с панорамным остеклением, они не имеют никаких форточек, ничего такого для проветривания. Максимум, что вы можете сделать, где-то поставить дверь, например, для выхода на террасу. Но все остальное, вот это остекление, оно будет исключительно глухое. И тут возникает вопрос, а что делать с проветриванием? То есть, по-любому, значит, надо либо тащить какую-то систему вентиляции, хоть в каком-то виде в этот дом, либо дополнительно где-то по краям, в других комнатах, на других стенах, делать обязательно окна с открывающейся фурнитурой. Иначе вы там просто получите парник, и достаточно быстро станет в этом доме некомфортно, особенно в жару. Вот на месте самоостройщиков я бы точно не стал заниматься строительством своего дома именно вот по такой технологии. Там столько нюансов, там столько специфики, там надо признать, какие материалки, герметики, как наносить. Иногда-то бывает даже двухкомпонентные герметики. Для этого нужен специнструмент для смешных. То есть, там может всплыть такое количество сюрпризов, на которые не готов частный застройщик, что он просто охренеет от того, что у него получится в итоге. Поэтому тут вот с фахверком лучше все-таки пойти к тем, кто этим профессионально занимается, и не заниматься вот этим колхоз-домстроем. Мы тут все сами умеем, мы сейчас сами все тут дом все забацаем. Скорее всего, не получится. Напишите в комментариях, хотели бы вы себе такой дом с большим панорамным остеклением, или вы все-таки предпочитаете более классические, спокойные окна не такого большого формата. С вами был Филипп, канал строительной компании SkyHome. В одном из следующих видео я расскажу про еще один новомодный тип домов, это барнхаусы. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok